Добрый день и суток! Давайте посмотрим, проявится ли тот, кто уже долго молчит. Может быть, кому-то интересно. Давайте посмотрим. Загадайте того, кто у нас замолчал. Приходите на расклады. Есть обычные, полные, личные на одну сферу жизни человека. Каждую сферу я делаю отдельно. Есть учебные. Они, естественно, по цене меньше. Все вопросы в WhatsApp. Девочки, всегда пишу номер телефона, по которому мне можно написать в WhatsApp. Звонить мне не надо. Написать и задать вопросы под этим видео. Под любым видео есть мой номер в WhatsApp. Итак, давайте посмотрим, проявится ли тот, кто долго молчит уже. Проявится ли он? Так, тут королева Пентакли. Да, здесь в ожидании женщина, которая у меня яркая, которая у меня, как этот Пентаклик, да, блестит на солнышке, светит в глаз. Здесь женщина, которая сама может все. Сама достаточно красиво, успешно. Очень много талантов. Один из талантов – это превращать все в деньги, в материальное. Если даже не в деньги, девочки, у кого нет, значит, вы умеете создавать уют. Значит, вы умеете создавать быт. Материальное – это не только деньги, да. То есть вы умеете создавать то, что не могут другие, чем привлекаете к себе, может быть, благоприятную жизнь, благодарных людей. Так, давайте посмотрим, кто же замолчал здесь у нашей королевы Пентакли, да. Кто замолчал? Кто затихарился? Здесь показана тайная связь. Вот опять показан у нас маг. Да, сегодня к нам маг приходит все время, манипулятор знатный, со своей тайной связью, да. Между ними тайная связь королевы Пентакли и маг. Вот он и затихарился у нас, да, тихонечко ушел в небытие. Так, давайте посмотрим, проявится ли он этот человек, да, который, в принципе, мог сделать вас счастливой. Маг, он мог все, но не сделал. Не хотел вас проявлять, выявлять на этот свет, да, показывать всему народу. Проявится ли этот человек, проявится ли. О, девочки, у него не вы одна. Здесь выпали все женщины, девчонки, и со всеми тайная связь. Здесь человек вышел, бледун еще тот. Здесь императрица, королева мечей, королева жезлов. Человек может быть женат, и у него куча женщин, девочки. Куча, каких хотите. Любого возраста, любого темперамента. Да, и все эти связи, они тайны. Человек выживает, как может. Для чего ему столько женщин? Для чего ему столько женщин? Давайте посмотрим. Для самоутверждения, девочки. Для того, чтобы быть в тонусе и в балансе в этой жизни, ему нужна вот эта вот сексуальная энергетика. Вот как бы это глупо не звучало, вот серьезно. Человек когда-то был кем-то ужален. Ужален. По пятерке чашка. Когда-то было какое-то расставание. Была какая-то неудовлетворенность в личной жизни, в эмоциональном плане. Здесь мужчина потребитель эмоций женских. Он без них просто не живет. И, девочки, я могу даже сказать, что проявляется вот он ко всем. Ему надо, чтобы было много женщин. Да, каждый раз смотрит в новое. Знаете, девочки, выживать ему тяжело. Вот женщин много. Эти связи ему в тягость. Понимаете? Вот почему они все тайные? Потому что ни одну женщину, он не готов проявить на Божий свет. Не готов поставить с собой рядом. Потому как все женщины нужны ему для потребностей своих. Ему каждый раз надо новое. По двойке жезлов человек каждый раз выискивает что-то где-то. И каждый раз, да, он налаживается всеми, контакт. Это, знаете, для него своеобразная работа. Вот настоящий, да, жигола. Здесь еще может и искать ресурсных женщин, девочки, ресурсных. Очень. Вы материалка, денежная составляющая, да, талисман, удача. Королева мечей, женщина-предприниматель, которая может думать, создавать мысленно планы, да, продвигать, управлять. Королева жезлов, это вообще движение опыт, да, это вообще ведьма. То есть здесь женщина-императрица, девочки. Но здесь вообще, да, тоже изобилие плеч. То есть все женщины рядом с ним, они должны быть изобильными. На всякую там шушару-шмушару, которая, да, никого, ничего, он не клюет. И здесь еще могу сказать, что очень много значит внешности человека. Внешность. Ну, давайте посмотрим, проявится человек-то. Нет, к вам. Нет, девочки. Король мечей. Не проявится. Здесь было болезненное какое-то расставание по тройке мечей. Сердце было изранено конкретно. Много проводилось энергии впустую в этом вашем взаимодействии. Скорее всего, оно большим не было. Мне не показаны здесь долгие отношения. Здесь было какое-то просто взаимодействие, да. Здесь человек, покажу, Жензлов уже смотрит в другое, да, в новое. Он что-то там выискивает, куда пойти, что делать, куда съездить, кого боять. Все-таки Жезлы – это еще и движение, сила, да, наш огонь внутренний. Но по королю мечей, девочки, к вам проявлений у него не будет. Чувства он уже убрал. А может быть, их еще и не было, да. Скорее всего, здесь все было по чуть-чуть. Ничего здесь не было. Человек мог проявляться, потом уходить в тень, да. Скорее всего, человек здесь и ушел в тень. Поэтому нет, девочки. Проявления человека не будет. Продолжение следует...